И в завершении выпуска фонд Ненецкого краеведческого музея пополнился самым крупным окаменелым аммонитом. И в народе его называют еще ракушкой. Размер более 30 сантиметров. Нашли его на берегу Печоры еще в 2012 году и только в прошлом передали в музей. Подробности в материале Александры Литковой. Значительную для окружного музея находку сделал Федор Личутин, когда проводил экскурсию для туристов на берегу Печоры. Я его взвалил на себя и мы когда пошли уже обратно, пришли на базу, я его положил и поставил топор. Думал, сейчас камень раскалю, ну как обычно, камень думаю раскалю и посмотрим, что внутри. Я когда его расколол, он открылся, они такие встали, увидели все это хозяйство, что там аммонит такой здоровый, что-то на своем языке начали разговаривать, говорить, удивляться очень. Федор Личутин признается, находку у него не раз хотели купить. Но спустя время все же предпочел передать ее в музей. Аммониты – это ископаемые раковины головоногих моллюсков. Их размер от нескольких сантиметров до двух метров. Это головоногие моллюски, которые появились на Земле примерно 400 миллионов лет назад и достаточно хорошо себя чувствовали в морях вплоть до примерно 60 миллионов лет назад. Одни из животных, которые существовали на Земле в самое продолжительное время. Как правило, находят окаменелые их раковины или отпечатки раковин аммонитов. По словам Нины Николаевой, такие находки не редкость в нашем регионе. Но пока этот аммонит самый крупный из найденных в Ниньском округе. Мы проконсультировались с сотрудниками Института геологии Коми-научного центра, который находится в Сыктывкаре. И по предварительным оценкам они предположили, что данные аммониты проживали на территории нашего округа примерно 120-130 миллионов лет назад. Именно в этот ранний меловой период, именно в этот период наша территория, большая часть Европы, была покрыта тёплыми морями. Сейчас главная задача сотрудников музея – сохранить аммонит в таком виде. Долгое нахождение вне природы не лучшим образом сказалось на его состоянии. Необходимо провести препарации и склеивание всех фрагментов. И к концу этого года экспонат займёт достойное место на выставках музея.